Доброго времени суток! Всем хорошего настроения, друзья мои! У нас сейчас утро, 6 часов, и снова идёт дождь. Каждый день идёт дождь. Это просто уже катастрофа. Вчера был вообще ужасный ливень. Вот посмотрите, что творилось вчера. У нас дожди продолжаются. И с каждым днём всё сильнее и сильнее. Видите, только что прошёл такой дождь. Смекает всё на своём пути. Видите, что творится? Это, конечно, ужасно. Единственное, что утешает, что сегодня такого сильного дождя не предвидится. Зато сегодня будет затяжной дождь. То пойдёт, то прекратится. И так вот будет целый день сегодня. Пасмурно, дождливо. Уже девять часов. И всё ещё гремит. И солнце светит, и гремит. Тучи, видите, какие. Я уже давно не выкладывала нормального видео. То открытку выложу, то песню. Потому что у нас уже три недели ничего не происходит. Идут сплошные дожди. Видео мои последнее всё о дожде, о погоде. Чем живу, потом и снимаю видео. И сегодня, видите, снова о дожде, о погоде. Ричик гуляет во мне, видно, не знаю. Это мой друг-сосед. Жжёт, когда я с ним пойду в лес. Ричик, но там так сыро. Там такие комары. Огромнейшие комары. И очень сыро. Сейчас покажу вам немного огорода. Почему не весь буду показывать огород? Потому что не везде можно пройти. Очень грязно. Как только подсохнет, я обязательно покажу вам весь свой огород. Начну с морковки. Морковка, видите, уже какая высокая. Её нужно проредить. Это сурга. Сурга тоже надо прореживать. А это нут. Нут она сеяла очень много. Это кукуруза. И рядом немножко гороха. И рядом спаржевая фасоль. Это вот грядка с редькой. Чёрная редька. Это дыни. Дыни развиваются очень плохо. Потому что дыни любят солнце. А солнца нету. Вот они сидят на месте. А это поле помидор. Но с помидорчиками более-менее всё нормально. Помидорчики уже начали цвести. Уже появляются первые помидорки. А это кабачки, которые я посадила очень-очень давно. Но они почему-то не цветут. По моим подсчётам уже должны быть кабачки. Но кабачков до сих пор нету. И даже не предвидится. Потому что даже намёка нет на то, что они будут цвести. А это последствия ливней. Видите? Очень большая площадь. Залито ливнями. Я кое-что там подкапывала. Но в основном всё пропало. Здесь были посажены тыквы, которые для еды. И огурцы. Но всё это пропало. Видите, что творится? Смотрите, какие выбоины. Здесь тоже бежали ручьи. Ежевику подмыла. А это черешня. Соседская черешня. Но сосед сказал, все ветви, которые на моей стороне, это моя, значит, черешня. Я не сопротивлялась и не возражала. Но дело в том, что черешня вся гнилая. Но не вся, но очень много гнилой черешни. И не сладкая. Вот так вот выглядит черешня. Как видите, у черешни совсем не товарный вид. Очень много гнилой. И, как я уже сказала, она совсем не сладкая. Но, конечно же, лучше, чем никакой. Но хотелось бы вкусной черешни. А это малина. Ягод навязалось очень много. Нужно солнышко. Для малины тоже нужно солнца, которого нету. Показала вам немного огорода. Куда могла зайти, то и показала. Ну вот, пожалуйста. Уже капает дождик. Даша очень боится грома. И птицы приутихли. Наверное, снова будет сильный дождь. Я иду в газовое хозяйство. Спросите, почему подожжу? А потому что, говорят, там такая очередь, такие очередя. Я себе подумала, если идет дождь, гремит гроза, может, никого, кроме меня, там и не будет. Мне пришла питанция за газ за май месяц. Там такая сумма стоит. Иду в газовое хозяйство, выяснять, в чем причина. Вроде у меня нету задолженности. А я люблю гулять под дождиком. Поэтому для меня это в удовольствие пройтись до газового хозяйства и назад. Хотя это не очень близко. Все заросло травой. Дождь не дает возможности косить. Страшно. Выключаюсь. Я уже иду домой из газового хозяйства. Справилась. Все нормально. Не могла пройти мимо вот этих красивых роз. Но настолько нежная розочка. Запах! Очень приятный. Как я и предполагала, в газовом хозяйстве никого не было. Все нормальные люди в такую грозу никуда не ходят. Сидят дома. Но я же не знала, что будет такая гроза. Всю дорогу в газовое хозяйство такая была гроза, что я пару раз аж присела. А сейчас уже светит солнце. Какая красивая клубочка. Друзья мои, а я с вами сегодня прощаюсь. А то видео получается очень длинным. Желаю вам всего самого доброго. Хорошего вам настроения. Хорошей вам погоды. До свидания. До скорой встречи.